На конец мая в республике образовалась задолженность по заработной плате. Она составляет более 31 миллиона рублей. О том, как ее сократить, говорили на еженедельном совещании у главы Чувашии. По данным министра экономического развития, задолженность по заработной плате с апреля возросла. Произошло за счет, кроме как конкурсных управляющих, конкурсных производств, у нас появились еще коммерческие организации, в числе должников. Это СКБ, СПА, Санторий Чуваш, Курорт, сервис промышленных машин, промо-трактор вагон, Канажский городской парк и плюс Чебоксарская типография. Для того, чтобы повлиять на нерадивых работодателей, регулярно проводятся межведомственные комиссии. Такая работа приносит свои плоды. На 29 мая у нас погашена полностью задолженность МОПРЕП-сервис, промо-трактор вагон, Канажский городской парк, сервис промышленных машин. В общем, все те организации, которые я назвал. Вы видите их на слайде, они погасили. И сегодня у нас еще немножко остается задолженность по Чуваш-Сатадору. Небольшая сумма, это около 600 тысяч рублей, которые в ближайшее время будут погашены. Но сегодня остались вопросы по четырем организациям. Вы видите тоже внизу их. Это четыре организации, три из которых находятся в процедуре конкурсного производства. Это электросила, агрочаки, ударник. И введена процедура наблюдения. Это Чебоксарская типография. Мы обсуждали эту тему, ситуация не улучшается. 31,8 миллиона рублей. И количество людей, которые недополучают заработную плату, какие это проблемы вызывает для семьи, мы все прекрасно понимаем. Поэтому озадачивая руководителя отраслевых министерств, службы, которые администрируют данный вопрос, надо жестче подходить. Мы справлялись и с проблемами, которые были у нас намного серьезнее, намного значимые. Когда почти 130 миллионов рублей были долги по зарплате, тысячи человек, работающих в тех или иных коммерческих организациях, не получали. Мы, из всей точки зрения, на сегодняшний день, мы как-то по-человески подходим. Работодатели, которые ведут свою финансово-хозяйственную деятельность, прежде всего свою коммерческую деятельность, не хотят рассчитываться с работниками. То они должны для себя, конечно, принимать решение, что дальше будут делать. Или должны объявить сами себе банкротом, или, соответственно, должны продаваться просто, или активы свои продавать для того, чтобы рассчитываться заработной платой. Некоторые предприятия, находясь в стадии банкротства, сейчас выставили имущество на торги. По информации Министерства экономики, в третьем квартале средства должников должны появиться. Госинспекция труда ведет свой реестр неплательщиков. Задолженность как бы не понижается, в какой-то степени чуть-чуть растет ежемесячно, небольшими темпами. Но, тем не менее, хочется верить, что указанная задолженность будет погашена. По информации Министра экономики, мы в это будем верить. Но тут хочется отметить, я уже говорила, что основная часть задолженности, все-таки, это более 25% приходится на НПП, инженерный центр. То есть, эта организация в настоящее время деятельность практически не ведет. Глава Чуваши призвал руководителей ведомства активнее работать с предприятиями-должниками и применять к ним всевозможные нормы российского законодательства. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Продолжение следует...